Как это написать более научно? Это, конечно, замечательно, но мы каждый раз в таких вот словах, что называется, мучились, соответственно, каждый раз, вот видите, как я там в последний момент ошибся, что-то не заметил, так вот, Ковей предлагает для любых двух слов написать выражение, которое фактически мы здесь писали, в общем виде, и тогда можно не бояться, что, в общем-то, чего-то ошибешься. Идея такая, когда у вас есть два слова, вот те самые наши, мы в таком случае вводим следующие многочлены на двери. Давайте, чтобы не путаться, я просто сейчас быстро напишу, бывает многочлен Я-Я, бывает многочлен Я-Вы, многочлен Вы-Я и многочлен Вы-Вы. Многочлен Я-Я это единица плюс Т в кубе. Вы-Вы это тоже единица плюс Т в кубе. Многочлен Вы-Я это Т в квадрате плюс Т в пятом. А теперь заявление. Ответ, вот эта самая вероятность В-Кубе, многочлен Я-Я от одной второй, минус многочлен Я-Я от одной второй, разделить на многочлен Вы-Я от одной второй, минус, вы уже догадались, многочлен от Вы-Я от одной второй. Давайте разбираться во-первых, что эти самые мудрые члены означают, здесь написано один и Т в кубе, очень просто. Один это Т в кубе, на самом деле сдвиг на ноль позиции. Сдвиг на ноль позиции, переводит слово Я в слово Я. Сдвиг на три позиции тоже переводит слово «я», в том смысле, что они произвели на позиции, все, что можно, совпадает. Хорошо. Что такое «я-вы»? Ну, давайте посмотрим, что происходит, если сдвинуть на одну позицию, если сдвинуть на четыре позиции и если сдвинуть на пять позиций. Как вы считаете? Я беру наше слово и пойду его сдвигать. Только, вернее так, сдвигать мне кажется не его, а сдвигать я буду то слово, которое «о-о-р», «о-о-р». Как вы считаете, сейчас они совпадают? Нет. Поэтому я не пишу «тем» на него. Дальше, смотрите. Вот если, ладно, что я уже сдвинуть на настоящий «о-о-р», «о-о-р», здесь уже достаточно неинтересно. Сейчас они совпадают? Они частично совпадают, а полностью совпадают. Хорошо, пытаюсь в первой периоде. При сдвинении на один происходит совпадение. Хорошо. Сдвигаю еще. «о-о-о-р», «о-о-р», «о-р», «о-р», «о-р». Сдвигаю дальше. «о-о-о-р», здесь совпадение. На сколько позиции я сдвину? Раз, два, три, четыре. На четыре позиции. Значит, я пишу «тем» на четыре. Ну и вы уже видите, что если я сдвину еще одну позицию, «о-о-р», 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 то тоже будет совпадать. Поэтому и «тем» я тоже не отпишу. В смысле понятен? Ровно так получаются все многочлены КПР. Все эти члены. То есть каждый раз вы берете слово и смотрите, как оно сдвигается. Замечательно. А теперь вопрос, ну а какое это имеет отношение к нашей задаче? Ребята, самое прямое. Дело в том, что все, что мы здесь на самом деле делаем, это мы в точности выписывали вот эти самые кусочки. Вспомните, пожалуйста, что такое кусочек «о-о-р». Это то, как могло слово накладываться на себя. Правильно? Вот здесь на самом деле, когда было слово «эсвы», то мы приписывали к исходному слову «эс» то самое «вы», «о-э», «о-э». И смотрели, как оно взаимодействует с собой. Так одно взаимодействие с собой – это в точности многочлен КПР. Поэтому, когда мы имеем дело с «вы», то вот корень, вот это длинное вычисление, здесь я уже смотрю, мы считаем, что все поняли. Корень это вычисление записывается следующим образом, что вероятность нашего события, вот этого, это на самом деле, что такое? Это вероятность вашего выигрыша умножить на многочлен КПР. Естественно, это одно и второе, потому что у нас вероятность считается одна вторая. Хорошо. А что здесь было, когда «эс» я? Это была вероятность П, умноженная на многочлен КПР. Ровно так же, когда вы прислали мое слово, то у вас получалось, что это вероятность «я-я» от одной второй, плюс, соответственно, вероятность «вы-я» от одной второй. И сейчас надо приравнять эти отображения. Что в таком случае получится? Это очень просто. Мы переносим все с «п» в одну часть, мы переносим все с «у» в другую часть. Получается, что «п» умножить на «я-я» от одной второй, минус «в» умножить на «я-вы» от одной второй, равняется «у» умножить на «вв» от одной второй, минус… Именно поэтому нельзя работать со шпагалкой. Да, именно поэтому нельзя работать со шпагалкой. Я переписал неправильно. А здесь у меня как раз получилось правильно. А здесь у меня окончилось правильно. Важно следующее. Если вы правильно посмотрите, где вы, где я, то вы действительно докажете эту форму конвейера.